Взрыв Взрыв Некоторые очевидцы говорят о том, что взрывное устройство было спрятано в снегу и имело дистанционное управление. С этой стороны вот там взрыв был. Вот видите, где? Болтами начиненное было. По предварительной информации, три человека погибли и около десяти получили ранения. Известное имя одного из погибших – это активист Майдана Игорь Толмачев. Об этом сообщают его соратники в социальных сетях, однако официальных подтверждений о гибели пока нет. Среди раненых два бойца батальона «Харьков-1», одна девушка, у которой была символика правого сектора, а также от взрыва пострадал милиционер. У него осколочное ранение в ногу. Организаторы марша не стали менять программу акции из-за взрыва и провели гражданскую панихиду по погибшим солдатам в зоне АТО. Взрыв в Харькове пригремел, несмотря на то, что глава украинской милиции Арсен Аваков уже несколько месяцев проводит так называемые зачистки, выявляя тех, кто хранит и изготавливает дома оружие. Так, в конце января была задержана группа оружейников, арестовано пять человек. Собирали в кустарных условиях гранаты Ф-1, патроны, самодельные взрывные устройства. То есть работала цеплая мастерская и оружие. Я не исключаю следствие, это докажет, что эта группа принимала участие в ряде террористических актов. В это же время в Харькове была прекращена деятельность организации «Исход». Во время обыска абелляционеры изъяли флаги Новороссии. Задержанный руководитель «Исхода» так, выкладываемых в интернетах видеороликах, объяснял свои отношения к государственной символике. Абсолютно не наша вина, что некогда уважаемый нами желтоблокитный флаг Украины стал для многих из нас олицетворением смерти и крови. Виновники есть. И власть олигархов. Когда в сентябре прошлого года в Харькове с красными флагами выходили на улицы коммунисты, их тоже атаковали. Вот так на них нападали в молодчики с масками из правого сектора. А так, в апреле подверглись нападению уже активисты Евромайдана. Тогда пострадало около 50 человек. На кадрах, вложенных в интернет, видно, как женщины избивают на ступеньках метро раненого мужчину ногами. За это суд дал ей полтора года колонии. И сегодня уровень гражданского противостояния в Харькове стал взрывоопасным. Продолжение следует... Продолжение следует...